Дети спасут легкие Саратовской области. Акция «Желуд-2010» должна восстановить сгоревшие леса. В роли супергероев – школьники. Их задача – собрать как можно больше дубовых семян. Практику придумали чиновники из Министерств лесного хозяйства и образования. А учиться скучно? Или все-таки лучше вот здесь? Не, и учиться и сыграть мне нет. Ну, лучше, мне кажется, учиться. От огня этим летом пострадала почти треть лесов области. Посадить новые пока невозможно. Саженцев не хватает. Вот и решили чиновники подключить население. Мотивировали деньгами. За каждый килограмм желудей предлагали полтора рубля. Я вот этого не знаю, если честно говоря. Но тем не менее, акция областная. И вот с Аркадаксского района, начальника отдела образования, они собрали достаточно большое количество желудей. И, по крайней мере, леску с Аркадаксского района обещал две тысячи им выплатить. Очень просто. Вот ножом разрезают. Вот так. Хороший, качественный желудик. Раскусить подвох в скорлупе просто. Начинка должна быть бледно-зеленой с яркой сердцевиной. И смотря на пожары, год оказался урожайным. Почти 90% желудей готовы дать новую жизнь. Вообще выращивать дубы сложно. Урожай этого года появится из земли следующей весной. И только лет через 10 сеянцы достигнут примерно метровой высоты. И через век эти малыши станут настоящими взрослыми деревьями. Все это время за сеянцами нужен пристальный уход. Подрезка корней, прополка сорняков. От жары побеги спасали поливом по расписанию. А скоро первое испытание морозом. Ну, зимой сеянцы не замерзают. Сосна, дуб, все нормально себя чувствуют. Другое дело, что его сеют в основном весной дуб. То есть его надо хранить, как я говорил, траншеи. А весной высевать. Потому что он может вымерзнуть. Желуде могут вымерзнуть зимой. Минувшее лето эксперты называли лесной катастрофой. Восполнить потери зеленых массивов удастся не скоро. По самым скромным подсчетам на это уйдет десятки лет и миллионы рублей. Михаил Терентьев, Дмитрий Казарин. Новости. Телеобъектив.